Братья, вас должны быть те чувства, некакие во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божиим, не почитал ищением быть равным Богу, но уничижил себе самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком, и по виду став, как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилась всякая колена небесных и земных, и преисподних, и всяк язык исповедал, что Господь Иисус Христос, славу Бога Отца. Рече Господь, притчу сию, уподобися царствие небесное человеку-царю, и же восхоте стезатися, ослови си срабы своими. Начэншу же ему стязатися, приведоша ему единого должника тмою талант, не имущу же ему воздати, повеле и Господь его продати, и жену его, и чада, и вся елика имееше и отдати. Под убораб твой кланяшися ему глаголем, Господи, потерпи на мне и вся ти воздам. Милосердовав же Господь раба того, прости его, и долг отпусти ему. Исшед же раб той, обрете единого от клеврет своих, и же бе должен ему стом пенезь, и ем его давляше глаголем, отдашь дьми, им же ми, если должен. Под уба клеврет его, на нозе его, моляше его глаголем, потерпи на мне и вся воздам ти. Он же не хотяше, но вед, сади его в темницу, донде же воздаст должное. Видевше же клеврет его бывшая, сжалишеся си зело, и пришедше, сказаша господину своему вся бывшая, тогда, призвав его, господин его, глагола ему, рабе лукавый, весь долг он отпустил тебе, по неже умолил мя есинь. Не подобашали и тебе помиловать и клеврета твоего, яко же и аз тебя помиловах, и прогневался господь его, и предаде его мучителем, донде же воздаст долг свой. Тако и отец мой небесный сотворих вам, аже аще не отпустите, кижда брату своему, от сердец ваших прегрешения и верою, о единого Бога, Отца Задержителя, Творца Небо и земли видимых, же в земле невидимых, и о единого Господа, Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного и же от Отца Рожденного прежде всех век, Света, Цвета, Бога истина, Рожденно, несотворенно, Единосущно, Отцу им же вся Пыша, Нас ради Человеки, Нашего ради спасений, Шевшего с небес, И во Патюшего ся, От Духа, Святой и моритевы, И во Человечесе, С праздником, с воскресным днем, с праздником Владимирской иконы Божией Матери, этот образ один из самых древних и самых почитаемых в нашем христианском мире, эта икона была написана по преданию святым апостолам, евангелистам Лукой, еще при земной жизни Царицы Небесной, была она написана на доске от стола, на котором Христос совершал трапезу со своим святым семейством. В первой половине XII века эта икона из Константинополя была передана святому князю Мстиславу, и некоторое время она находилась в Ижгороде, в Девичьем монастыре. Спустя два десятилетия князь Андрей Боголюбский этот образ переносит во Владимир, и она помещается в Успенском соборе. И вот с этого времени эта икона именуется уже так, как мы ее сейчас почитаем, Владимирская икона Божией Матери. Но наше сегодняшнее празднование, оно связано с событием более поздним, это вторая половина, конец XIV века, когда Русь опустошали монголо-татары, и вот к Москве подошел монгольский хан Тамерлан, и народ города Москвы и окрестностей усердно молились, понимая, что, конечно, ни воинское искусство, ни таланты полководцев могут защитить жителей города от нашествия иноплеменников. И тогда великий князь Московский Василий Дмитриевич повелевает, принимается решение, что Владимирская икона Божией Матери должна быть перенесена в Москву. И вот в праздник Успения Божией Матери эта икона износится из Успенского собора, и крестным ходом, с молитвой, с пением, с покаянием народ отправляется в город Москву. И как раз вот в этот день к городу прибывает эта чудотворная икона, ее встречают и князья, и духовенство. И как раз в это время князю Тамерлану было видение. Как описывается, некая величественная жена грозно явилась, и ему сказала, чтобы он оставил свое злое намерение, чтобы он отступил от стен Кремля. И вот Тамерлан, посоветовавшись своими ближайшими советниками, отступает, поскольку они ему сказали, что это Богородица, это Царица Небесная, заступница рода христианского, и здесь нам победы не одержать в этой битве. Тамерлан отступает, и вот в празднование о таком чудесном избавлении от нашествия татар мы сегодня совершаем почитание Владимирской иконе Божией Матери. Кстати, на том месте, где была встречена икона, был построен Сретенский известный монастырь, который сейчас находится в центре Москвы, а раньше это было крае награда Москвы. Так, братья и сестры, мы из истории празднования видим, что заступница наша, Царица Небесная, она являет свою помощь, и являла и перед этим событием, и в последующие времена. Но всегда народ христианский понимал, когда происходили какие-то беды, войны, стихии природные, бедствия, эпидемии, то понимали люди, что это попущено за их грехи. И всегда совершалась молитва, всегда совершалось такое народное покаяние. И, конечно, тогда Царица Небесная, она молилась Господу и являла свою милость. Но в нашей жизни тоже мы сейчас находимся, живем не в простые времена, и как в нашем обществе тоже непростое время, и в личной нашей жизни бывают всякие неприятности, болеем, бывают неустроения в семейной жизни, непонимания на работе и так далее. Мы должны понимать, что это нам попущено за наши грехи, что Господь от нас ждет покаяния, обращения духовно напряженной жизни. И если мы каемся, если мы, как вот в сегодняшнем Евангелии о неблагодарном должнике сказано, что если мы от всего сердца прощаем, то и Бог нам простит, а если мы не прощаем ближнему грехи, то и, конечно, как сказано в сегодняшней притче, что и Отец Небесный поступит с нами так, как поступил с должником. Если мы от всего сердца не прощаем братьям и сестрам в нашем согрешении их. Поэтому, дорогие братья и сестры, сегодняшний праздник, пускай еще нам будет лишним напоминанием о том, что как важно нам покаяться, как важно нам прощать друг друга, жить в мире. Как говорит апостол Павел, что будьте в мире со всеми, насколько это возможно. Важно, чтобы мир был в наших сердцах. Не просто мы, знаете, как вот я простил, но видеть его не хочу. Это не прощение. То есть прощение от всего сердца, это когда мы принимаем человека, да, с его немощами, с какими-то недостатками, с теми обидами, которые он нам нанес. Но если мы обращаемся к Богу о помощи, о силе прощать, то Господь является в своей милости, дает нам силы прощать наших врагов, наших ближних и дальних. Поэтому по молитвам Божьей Матери будем, братья и сестры, стараться просить у Бога помощи, о прощении друг друга, и стараться, насколько это возможно, по нашим силам жить в мире с друг с другом. Аминь. Пресвятая Богородица, помогай нам. О всемилостивая Госпожа Богородица, небесная Царица, всемочная заступница и непостыдное наше упование, благодарящая Тебя и всех великих благодеяниях, роды, родов, людям, всем от Тебе бывших, предпречистым образом Твоим молим Тя. Сохрани град сей Минск и предстоящие рабы Твоей и всю землю нашу от глада, губительства, земли, трясения, потопа огня меча, нашественной племенной, к междоусобной брани. Сохрани и спаси Госпоже Великого Господина Отца нашего Кирилла, Святейшего Патриарха Московского и всей Руси и Господина нашего Высокопреосвященнейшего Вениамина Митрополита Минского и Заславского, Патриаршего Зарха Всебелоруссии и вся Преосвященная Митрополита, архиепископы и епископы православные, даждем Церковь нашу добре управите, верные овцы Христовой не гибли мы соблюсти, помяни, владыщицы, весь священнический и монашеский чин и спасение их, согрей сердца их ревностью, обозь и достойность звания своего, ходите ко Его жду укрепи. Спаси, Госпоже, и помилуйся рабы Твоей, даруй нам путь земного поприще без порока прийти. Утверди нас вере Христове и его усердие ко православной Церкви. Ложи в сердца наши дух страха Божия, дух благочестия, дух смирения, напасть их терпения нам подождь, во благоденствие и воздержание, к ближним любовь, ко врагам все прощения, в добрых делях преуспения. Избави нас от всякого искушения, от окамененного нечувствия, страшный же день суда сподобен нас ходатайством Твоим, стать и одесной сына Твоего, Христа Бога нашего. Ему же подобает всякая слава, честь и поклонение с Отцем и Святым Духом, ныне и пресно, и во веки веков. Дорогие братья и сестры, поздравляю с воскресным днем и сегодняшним праздником в честь Владимирской иконы Божьей Матери. О самой иконе вам уже рассказал сегодня Отец Александр на проповеди, и я думаю, что нет необходимости в этом повторяться. Сегодня я хотел бы заострить внимание и немножечко наше внимание на нашем с вами поведении в контексте сегодняшнего рядового зачала, которое предлагает Святая Церковь нам для разумления, для понимания и прежде всего, конечно же, образа и смысла жизни нашей здесь, на этой земле, как образ и подготовка к Царству Небесному. Сегодня Господь предложил в евангельском зачале, нам предложил притчу о должниках, о двух должниках, которые должны были... Один был должен Государю, Царю. В нашем понимании, мнении Святых Отцов, это самому Богу. Вот. Был должен очень большую сумму, тьму, то есть тысячу, да, и при этом он упросил, то есть ему нечем было отдать, и он попросил, чтобы Государь отпустил ему этот грех. И по великодушему своему, великодушему, милосердию своему, Господь, точнее, Государь, прощает ему этот долг, великий, большой долг. Вот. И тот уже, казалось бы, на радостях должен был выйти и расцеловать всякого, потому что ему уже прощен великий долг, большой. Он идет и встречает другого своего друга, друга, именно друга, бывшего уже друга, который должен был всего лишь 50 динариев. То есть там Государь простил тысячу, а тут 50. И он требует у него то же самое. Говорит, и тот ему теми же словами обращается к нему, как он обращался к Государю, прося, простить ему тысячу. Вращается и просит, подожди, потерпи на мне, я тебе отдам все, но сейчас у меня нет. Но он, не умилосердившись, берет и ведет его к судье и отдает его судье. И когда друзья, клевреты, как говорится на церковнославянском языке, пошли и удивились, ну не удивились, а были возмущены подобным поведением, они наверняка знали о том, что Тому только что простили, потому что он, скорее всего, раструбил это все везде, потому что ему же простили. Вот. И они пошли к Государю и рассказали ему, что вот тот так поступил со своим другом, что немаловажно. И тогда Государь призвал его назад и спросил, я разве тебе не простил такую-то сумму, разве ты не должен был простить тоже своего должнику, который меньше тебе был должен. И вот за это я тебе, значит, приказал отправить его в семницу и, соответственно, пока не отдаст весь долг и продать всю его семью и так далее. То есть Государь наказал. К чему эта притча была рассказана? К тому, что мы же с вами, дорогие братья и сестры, даже находясь в церкви, придя сюда, получив большое, очень часто мы же приходим сюда не просто потому, что мы вдруг почувствовали Бога и знаем, а в какой-то момент мы поняли о том, что наша прежняя греховная жизнь и уже этот долг Богу уже не тысячу талантов, а миллиарды, наверное, да, мы пришли для того, чтобы исправиться. И мы просили у Бога, чтобы Господь уже больше вот эти последствия, последствия этого греха больше устранил их, и чтобы они больше не влияли на нашу жизнь. И так оно всегда бывает, когда мы получаем прощение от Бога на исповеди, ведь это таинство действенное. И омываем эти грехи кровью Христовой, таинство причастия. Апостол Павел говорил замечательные слова, что, ну, вот он перечисляет всякие грехи, говорит там, блудники, прелюбодей, алкоголики, там и прочее, 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 многое всякое, боры, клеветники и так далее, ненавистники даже. Вот. Они Царство Божие не наследуют. И он обращается и говорит, и вы такими были, но очистились, сосветились кровью Христовой. То есть Господь, дав нам войти, то есть принять в себя свое тело и кровь, очистил нас от этого. Это то самое лекарство, которое мы получаем. Это то самое прощение тысяч и тысяч тех самых динариев, долгов, которые мы имели за собой и, попросив прощения, получили. Но что делаем мы, братья и сестры? А мы, как только стали святыми, в больших-больших кавычках, как только стали святыми, мы находим дерзновение осуждать всех других, которые, может быть, и меньше, потому что мы же не знаем на самом деле, насколько тот человек грешен. И насколько он, допустим, в каком-то определенной ситуации был искренним. Ведь бывает так, что человек заблуждается искренне, совершенно не, скажем, не преследуя каких-то меркантильных или таких плохих целей, скажем, жадности или прочее, ненависти, коварности и так далее, коварства. Мы же этого точно не знаем, но в этот момент мы осуждаем его. Мы осуждаем, и мало того, что осуждаем, еще без памяти тянем его к судье. Мы его тянем к судье, чтобы вернуть его в темницу. Почему? Каким это образом? А очень просто. Вспомните, сколько раз мы говорили «Бог тебе судья». Мы сказали «Бог тебе судья», да, а при этом что было внутри нас? Вот это вот «Прости ему, Господи, ибо не ведает, что творит». Не твори ему со мной то же, что он сделал с ним, не делай того, что он сделал со мною. Прости ему, Господи, вразуми. Вразуми, как ты знаешь. Но не делай ему так же больно, потому что я знаю, что такое больно. Так, либо иначе. Господи, накажи его. И там, как это самое, как сегодня отец Александр вспоминал, что «А, я его простил, ну, а я Господь накажет». У нас такое часто есть, особенно в деревнях, у нас такое вот прощение есть. «Я простил его, ну, хай его Господь накажет». Какое же это прощение? Это же то самое ведение к судье. И обратите внимание, в таких случаях в притче Господь призывает того второго и требует от него все то, что ему было прощено. Точно так же и нам с вами, когда мы вдруг оказываемся святее, выше, скажем так, правильнее понимающие даже, скажем, благочестие и прочие другие вещи, чем кто-то другой, находящийся рядом с нами, мы точно так же отдаем этого неправильно понимающего судье. И точно так же Господь в этот момент забирает то самое прощение и вергает нас в темницу. Многие не задумываются над этим, почему после таких вещей нам становится плохо. Апостол Павел говорит, да не зайдет, солнце во гневе твоем, то есть ты должен примириться, убрать этот свой гнев. И совесть наша, если чиста, то в тот момент, когда мы кого-то наказываем, вот таким вот образом, скажем, предаем в руки Божьи, вот праведного судья, забываем о том, что мы-то, собственно говоря, ему миллиарды должны были, а он нам простил. В этот момент совесть часто обличает, и нам становится как-то не по себе, правда? На душе как-то неловко, неправильно, но умные люди, хорошие такие, толковые люди, особенно очень благочестивые наши люди, умеют договориться в этом плане с совестью, сказать, ну это же, я за церковь отстаиваю, я же за церковь борюсь, за чистоту церкви, за чистоту православия. И вот как-то так получается, что в этом, в этих, эти борцы, мы, собственно говоря, борцы, потому что, я же не говорю, что я иногда так не поступаю, если бы я не знал, что такое, как душа в данном случае не реагирует на подобные вещи, я бы не рассказывал вам от каких-то выдумок, это пережито все. И поэтому, естественно, я понимаю, что это неправильно. И для того, чтобы нам Господь прощал, мы должны всем прощать. Для того, чтобы Господь милосердовал и помогал нам, мы должны всем помогать. И чтобы мы получали любовь и взаимность от кого-то, кому мы даем, мы должны это расточать, но любовь никогда не ждать расплаты за добро, которое мы делаем, и за ту самую любовь, которую мы посылаем. Понимать надо, что враг рода человеческого, он не дремлет, он пошлет кого-то, кто обязательно вам испортит настроение. Но если в этот момент вы просто подумаете, Господи, прости ему, он же не знает, что творит. Возможно, не он говорит, а его с устами говорит кто-то другой, враг наш, который хочет мести меня в гиену огненную вот этим вот состоянием, через это состояние. И если вы так помолитесь о каждом своем обидчике, вы обретете тот мир и праведность, и радость Духе Святому. Это путь не только, скажем, прежде всего, путь к счастью, но и путь к стяжанию Духа Святого. Это очень важный момент. Вот обратите внимание, мы празднуем память Матери Божией очень часто, много раз в году и вспоминаем все те благодеяния, которые она делает этому роду человеческому, до сих пор делает. Вот, не только когда-то. И никогда не задумывается на том, что у нее-то как раз было гораздо больше поводов для того, чтобы кого-то предать воле Божией, так как мы предаем, в надежде, что его накажут. У нее было гораздо больше поводов для этого, но она нам все равно помогает, она все равно отзывается. И очень часто отзывается авансом. мы же не знаем, я не уверен, что именно в тот момент, когда она помогала царю Василию Дмитриевичу во время нашествия татаро-монгол, мы же не уверены, что все царское войско и вся Русь тогда, Московия, Московия была праведна. Нет. Она авансом это дала, для того, чтобы сегодня мы это все помнили, для того, чтобы мы не забывали то милосердие, которое Господь дает нас и что Он нам прощает тысячи, тысячи, миллиарды тех самых динариев, грехов, которые мы творим без памяти и бесконечно. Вот эта вот память, она, конечно, должна нам помогать для того, чтобы соживать, вот я уже сказал, дух мирен, да, прежде всего, ну и, конечно же, приносить то счастье и радость, к которому каждый стремится еще в этой жизни. Ну и обязательно Царство Небесное, потому что счастье здесь на земле и счастье и жизнь в мире Царства Любви и Радости, Вечности, они взаимосвязаны, очень сильно взаимосвязаны. Не научившись здесь радоваться жить с Богом, как мы сможем там находиться, где Он везде и во всем. Аминь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова